Привет, друзья! Бесплатный ликбез, который мы провели вчера, был потрясающий. Четыре часа. Четыре часа, и там много было полезных советов, и все обменивались опытом, и что было там интересно. Кто не видел, посмотрите, запись висит на YouTube-канале. Бесплатный ликбез, защита от паник. Нет, как восстановиться после стресса. Там увидите кое-что. Вот недостающие моменты такие. Вот сейчас я вам подскажу. Дело в том, что там было видно, что человек, который хронически недосыпает хотя бы пару часов, у него возникают проблемы. Ну почему возникают проблемы? Потому что он тратит очень много энергии на поддержание своей целостности. А целостность – это здоровье. И получается, что недосыпающие люди, они практически… На других примерах тоже было видно, и на других роликах моих видно, что недосыпающие люди, они как бы не додумывают мысли до конца, потому что они тратят много энергии на восстановление, поддержание своего состояния, своего самочувствия. Они вместо того, чтобы создавать, творить, всё время вынуждены быть в состоянии выживания, в стрессе. Поэтому у них, естественно, они здоровье. Ещё люди, которые не то, что недосыпают, ещё которые не реализуют свои творческие таланты. Да, вот человек, например, мечтает быть дирижёром, и вдруг его, например, лишили дирижёрской палочки на всю жизнь, и он всю жизнь не может быть дирижёром. Ну, вы представьте себе, в каких тисках жизненных обстоятельств для организма, в каком блоке, в каком зажиме он находится. Ну, естественно, у него что-то может там нарушиться, или сон нарушится, или там давление подскакивать, если он не реализует свои таланты. Этот аванс природы, который в нём генетически заложен, передан в нём от дедушек, бабушек и всего его рода, допустим, и всех поколений предшествующих, передан такой аванс, кредит. Ну, говоря с современными словами, мне они не очень приятны. Но на самом деле предназначение, когда он своё не выполняет, он же по природе человек-творец, и вдруг он не выполняет этого предназначения по каким-то внешним обстоятельствам, по внутренним причинам, условия так сложились, или кто-то сказал, да это не имеет никакого смысла, или это заработок тут же не приносит. Ну, короче говоря, по некоторым ситуациям человек не исполняет свою природную принадлежность, и у него всё время конфликт с самим собой, и он всё время занят не тем, чем ему бы хотелось заниматься. Вот, например, ему книгу надо писать, он хочет писать, а ему вместо этого надо вебинар проводить, да, или по моей просьбе фотографии сейчас сделать для книги в АСТ. Да, скоро у нас книга выходит, поэтому я три дня остро занят, поэтому никто не будет обижаться, я понимаю, если я там вовремя комменты не пишу, или на телефон не отвечаю, да, вообще мне звонить раньше 20 часов я просил не звонить, потому что у меня режим такой, а эти три дня я очень остро занят, и поэтому новичок, который вообще не видел наших роликов, пускай посмотрит наш этот прекрасный, прекрасный, четырёхчасовой, бесплатный ликбез, там очень много полезных советов, и он вдруг увидит, вот, например, например, я вам сейчас скажу, я в каком-то ролике своём рассказывал, как мне Лев Толстой с помощью Анны Карениной подсказал упражнение для ключа, косить траву, там была такая подсказка, что Лёвин, он косил траву, сам имея большие проблемы в жизни, косил траву там как-то, и в какой-то момент, когда он попадал в ритм, он чувствовал себя счастливым, ну, вот это очень важный момент, поэтому, если вы подбираете себе те действия, которые подходят вам, входите быстрее в ритм, перебирая эти разные движения, например, косить траву, рубить дрова, или бой с тенью, или плавательные движения, или хлёст, или там какие-то другие варианты, но самое интересное, если вы лежите, например, в постели и не можете косить траву, вы это можете делать мысленно, вы можете мысленно перебирать различные повторяемые действия, которые синхронны вашему состоянию, текущему в момент их использования, а сам перебор, как я говорю, принцип ключа, подбери ключ к себе, сам процесс перебора, о чём нигде ни в каком методе мира не сказано, сам процесс подбора индивидуальных действий, синхронных вашему состоянию, снимающий стресс автоматически, и на самом деле сам процесс этого перебора развивает творчество мозга, креативность мышления, то есть потом вы заметите, что после этого перебора вы легче соображаете, вот на самом деле, я тоже когда вот думаю, ну какое же движение сделать, или вот такое, или вот такое, но тело само подсказывает, когда у вас, например, какое-то жуткое напряжение, вам же хочется вот снять его, или там врезать кому-то, там или ещё чего, но вы делаете эти движения, это подсказки тела, вы их будете лучше слышать, когда вы раскрепощённые, поэтому люди недосыпающие, возвращаясь к началу своего повествования, люди недосыпающие, и люди, которые заняты не своим любимым делом, они не слышат эти подсказки тела, они почему-то идут за авторитетом, они не додумывают свои мысли ни до конца, и не уверены в том, что они правы, когда о чём-то думают, а на самом деле ведь, если вы и между сном, и бодрствованием, и когда вы находитесь в утреннем состоянии, когда вы там в потоке каком-то, вот, например, когда вы бегаете, в ритм попадаете, или, как я сказал, в плавании, или когда вы находитесь в каком-то другом деле, например, рисуя картины, или вообще в каком-то деле, если вы начнёте себе, даже сидя на стуле, или в кресле, или ходя туда-сюда по комнате, или лежа в кровати, если вы не можете заснуть, я повторяю несколько раз, чтобы кому-то это, так сказать, понадобилось, он может взять и послушать, и вдруг до него дойдёт, если он раньше этого не знал. А многие это и сами знают. Но ничего, повторение мать учения. Но самое интересное, что сам подбор путём перебора этих действий, либо вы делаете их руками, ногами, головой и так далее, либо мысленно производите, например, как вы играете в теннис. Как вы играете в теннис, в самый момент такой, самый вам, который нравится, вот вы так замахиваетесь, или волейбол, или фехтование. Вы же из этого можете делать себе приёмы. Да, это будут вам точки опоры. Да, ну давайте, до встречи, друзья. Я постараюсь, конечно, в эти три дня ещё какой-то ролик выдать, чтобы вы могли пообсуждать со мной, потому что кое-где я и не прав, а вы можете сказать, где я не прав. Я вас поэтому подключаю к нашему, к нашей дискуссии, так сказать. До встречи, друзья. Посмотрим, что будет через три дня. Я вот сдам книгу. Книгу. Да, выйдет книга. Обещает быть хорошей, интересной. Да, прошлое стало бестселлером. Итак, друзья, всем привет. Обнимаю вас своей человеческой любовью. До встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!